У природы нет плохой погоды. Тем не менее, с наступлением осени – пары золотых листьев, горячего чая и уютных посиделок в кругу друзей – наступает и время сезонных заболеваний. Одним из которых является грипп – вирусная инфекция, которая поражает дыхательные пути. Заразиться гриппом очень легко. Он передаётся как воздушно-капельным, так и бытовым путём. Среди основных симптомов заболевания – температура, слабость, головные боли и кашель. Чем опасен грипп своими осложнениями? Если грипп будет протекать в осложнённой форме, в тяжёлой форме, это может перерасти в ангину, в трахеид, в трахеобронхит, в пневмонию, в пиелонефрит. Чтобы грипп был не страшен, достаточно одного маленького укола. Вакцина-профилактика – самый эффективный способ борьбы с этим заболеванием. Особенно важно сделать прививку людям, которые входят в группы риска. Это медработники, учителя, сотрудники сферы обслуживания и транспорта, а также дети, беременные женщины, пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Вакцинация подразумевает собой введение частичек вируса гриппа в организм человека, который не вызовет заболевания. Когда вводится прививка, вырабатывается в организме иммунитет, то есть иммунные клетки. И уже когда попадает вирус гриппа в организм, иммунные клетки будут его немедленно нейтрализировать. И человек либо же не заболеет гриппом, либо же грипп будет протекать в очень легкой форме. С каждым годом население все больше прививается, такое количество людей увеличивается, и прослойка привив этого населения увеличивается, поэтому люди все меньше и меньше заболевают вирусом гриппа и, естественно, меньше осложнений. Как и в предыдущие годы, медики планируют привить не менее 40% населения. Для вакцинации на бесплатной основе будут использовать российскую вакцину Гриппол+. На платной основе будет доступен инфлювак производства Нидерланды. Эти препараты хорошо зарекомендовали себя в нашей республике. Нужно обратиться по приписке в свою поликлинику на свой участок для того, чтобы врач-лечащий осмотрел его. После того, как нет противопоказаний к прививке, пациент отправляется в прививочный кабинет, где ему делается прививку. Каждый год формируются выездные бригады в составе врача и медицинской сестры, которая будет выезжать на предприятия, чтобы непосредственно на предприятиях прививать таких работников. Процедура вакцинации займёт несколько минут. Однако стоит помнить, что для формирования иммунитета требуется три недели. Поэтому медики рекомендуют не ждать начала подъёма вирусных заболеваний, а сделать прививку заблаговременно. Массовая иммунизация населения в Солигорском районе начнётся в последнюю декаду сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова